Выбери продавца ключей и игровых услуг по цене, рейтингу и отзывам. Платиру, ссылка в описании. Тоже выкатывал, но тогда она была на восьмом уровне и однозначно на восьмерку она точно не тянула. Потом разработчики ее немножечко перебалансировали, передвинули на седьмой уровень и вот буквально, не знаю, наверное месяц назад или пару недель начали ее продавать на евросервере. И видимо посмотрели на реакцию европейцев и сейчас вот она буквально такие вот уже сегодня продается на нашем сервере. И наверное многие из вас задаются вопросом типа Джофф, а стоит ли ее покупать? Я честно говоря, ребятки, думал, что не стоит, потому что опять же, во-первых, есть Е25 с льготным уровнем боев, которая когда-то продавалась, потом на которую был просто офигенный марафон, который просто всем взорвал пердаки. Почему он взорвал пердаки? Ну потому что, я думаю, вы догадываетесь почему. Потому что одно дело, ты покупаешь ПТшку, которую вот-вот уже выводят из игры и у тебя есть последняя возможность ее купить и ты такой думаешь, господи, надо это обязательно сделать. И буквально через месяц просто гениальные маркетологи из Минска делают марафон, боевую акцию или какое-то еще дерьмо, благодаря которому можно эту самую ПТСАУ получить бесплатно. И понятное дело, пуканы просто взрываются, уносят своих владельцев на орбиту и на форумы выливаются огромные кучи говна. И, кстати говоря, это говно было вполне закономерное и справедливое. И многие из вас, наверное, думают, а нафига нужен этот Скорпион, когда мы все, уже практически большинство из нас получили Е25? Ну, если у вас есть Е25, то в принципе это ПТСАУ, конечно, на фоне Ешки весьма так себе. Ну, то есть Ешка это безусловная имба, офигенная скорость, какое-то там небольшое наличие брони, офигенная ДПМная пушка, маленькие размеры, отличная маскировка и так далее и тому подобное. В общем, продолжать можно очень долго. Но, если у вас нету Е25, а вы себе хотите какую-то ПТСАУ седьмого уровня, ну или, возможно, вы хотите себе американскую ПТСАУ седьмого уровня, чтобы там экипаж покачать, то вот Скорпиончик тут начинает быть весьма интересным. Давайте я вам объясню почему. У этого танка есть в принципе как и плюсы, так и минусы. Главный минус, ребятки, это то, что Скорпион не имба, это вы должны понять. У него полноценный уровень боев, и так как это семерка, она попадает и к восьмеркам, и к девяткам. Поэтому вот сегодня я специально выбрал бой, где я боюсь с восьмерками. У меня был бой и с девятками, там, конечно, намного сложнее, там тебе приходится где-то ныкаться, где-то быть чуть ли не на третьей, четвертой, пятой и двадцать пятой линии и вести себя очень аккуратно. Но, при этом, ребятки, при том, что у этого танка полноценный уровень боев, у него есть и кое-какой плюс, который я считаю, наверное, самым-самым главным. Это маскировка. Коэффициент маскировки у Скорпиона практически такой же, как у Е25. То есть это действительно очень маленькая, очень незаметная и очень компактная машинка. И на ней можно вытворять действительно веселые вещи. Вы вот сегодня вот в этом бою вот на Малиновке будете видеть, что я там буквально-таки действовал чуть ли не на острие ножа, если так можно выразиться. Выкатывался на самые опасные позиции, пытаясь высветить и расстрелять разные тяжелые танки восьмого уровня. И вот, ребятки, в чем суть этой потасау. Суть в том, что, как и на Е25, на ней можно становиться на самые интересные позиции, выкатываться вот буквально уже вот совсем-совсем рядом с врагом и пытаться его или пересвечивать, или расстреливать, или что-либо еще. И это, я считаю, круто. Дальше, что у него хорошее есть, это, в принципе, наверное, орудие, потому что на седьмом уровне 240 урона и 219 пробития, это весьма неплохо. Да, ДПМ у нас не такой, может быть, рекордный, как у Е25, да, но при этом пробой, ребятки, все-таки, мое почтение, целых 219. Это значит, что практически вообще все танки седьмого уровня и практически все танки восьмого уровня мы пробиваем без каких-либо проблем. Вот что мне не понравилось, так это точность этой ПТСАУ. Я так понимаю, разработчики, наши просто гениальные геймбалансеры в Минске думали, раз типа у танчика есть некое подобие башенки, да, неполноценный, как у ФС-183, то давайте мы ему сделаем разброс, как у какого-то кривого советского говна. Не знаю, насколько это было оправдано, потому что сведение, да, хорошее 2 секунды, окончательная точность, разброс на 100 метров тоже хороший, там 0.33, но стабилизация, вот вы сами, наверное, видите, как долго сводится круг. Он так долго сводится, потому что просто ужасная стабилизация, просто разброс неимоверный. И из-за этого иногда в движении по какому-то танку достаточно сложно попасть. Не говоря уже о том, конечно, что снаряд тоже летит не супер быстро. И вот если, например, стрелять по стоячим целям, да, то в принципе ты никаких проблем не испытываешь, потому что 0.33 на 7 уровне, это вполне себе нормально. Но если ты там пытаешься кого-то выцелить в движении, взять упреждения, ну, единственное, что нас спасает, это действительно вот такая вот маленькая неполноценная башенка. Она действительно дает хоть какое-то, как-то компенсирует вот эту вот ужасную стабилизацию. И что, ребятки, еще компенсирует ее очень хорошо, это УВНы. Я, конечно, не смотрел там в танкопедии, сколько там конкретно, но судя вот по тому, что я видел, там УВНы просто адские. Где-то 10, минус 10 или минус 8 или минус 12, где-то вот в таких пределах. То есть УВНы реально охрененные. То есть доходит до того, вы просто вот можете там чуть-чуть со стороны глянуть, да, как пушка просто офигенно опускается. Доходит до того, что ты можешь выкатиться из-за холма, и твоего танка вообще не будет видно. То есть это практически как у кого там, практически как у МХ-CDC, да, там тоже как корпуса вообще не видно. Там только немножечко башенка, башня твоя торчит, когда ты выкатываешься на CDC из-за холма, потому что УВНы офигенные. Так же самое и тут, только с тем отличием, что у нас, ребятки, по сути, и башни-то как таковой нет. У нас просто постамент, на котором стоит орудие. Вот некая такая, как бы, не знаю даже назвать, как это, рубка, да, просто, просто вот такой небольшой постамент, а-ля, как у Вафлепазика, вот, и он достаточно маленький. То есть, по сути, противники просто видят нашу пушку, и все, если хотят нас задамажить, хотят нам нанести какой-то урон, они должны стрелять нам в пушку, и туда вот должен наноситься урон. Да, конечно, звучит глупо на самом деле, да, да, но вот такие вот небольшие условности в нашей игре, вот, и поэтому, например, этот танк можно уничтожить, стреляя просто в одно орудие. Но, ребятки, дело не в этом. Дело в том, что у ВН офигенной, и когда мы выкатываемся на кого-то через холмы, мы реально можем торговать одной пушкой. Пушка абсолютно картонная, будете получать урон, бла-бла-бла и все такое, но, опять же, это очень маленькая плоскость, это очень маленький кусок вашего танка, который вам надо показывать врагам, и это хорошо. Дальше, насчет динамики. Вот тут, конечно, Скорпион тоже проигрывает Е-25. Е-25-ка это охеренный танк, она может быть, может и посветить, она может где-то встать в кустах, она может очень быстро занять какую-то позицию. К сожалению, Скорпион этого не может. Да, он более-менее быстрый, да, у него там есть 47 км в час, да, у него неплохая максималка, но скорость назад у него печальная, маневренность у него печальная и разгоняется он тоже достаточно печально. То есть, в принципе, эта ПТ-шка может передвигаться и она не слоупочная, но с Е-25 ее сравнить нельзя. Ну и, ребятки, самый последний такой минус этой ПТ-шки, это, конечно же, ее бронирование и масса. Масса, ребятки, у нас 7 тонн. 7! 7, Карл! Не 12, не 15, как у некоторых легких танков, и даже не 20 тонн. 7! Что это значит? Я просто, чтобы вы поняли, да, это значит, что если у вас на полной скорости режется какой-то светляк, это может быть Т-37, Бульдог, это может быть вообще какой-то мелкий уровень. Вам будет, ребятки, очень больно, вам будет очень больно. Любой таран, даже от союзника, то есть у меня были, вот сейчас я катал эту потасаву, у меня реально были ситуации, когда союзник просто чуть-чуть меня толкнул, и у меня сразу минус 5 хп. Минус 10 хп. А что будет, если противник тебя таранит? Мне, ребятки, вообще просто страшно представить, это сразу, наверное, просто половина хп, вне зависимости от ситуации. То есть получается, что любой враг, который будет на вас выезжать, а я думаю, в рендоме все игроки поймут это достаточно быстро, он не только будет вас пытаться расстреливать, он и просто будет пытаться на вас ехать и вас давить, потому что 7 тонн это вообще ни о чем, вы просто как пушинка. И, конечно же, прямое, как бы, следствие из этого всего, это то, что у нас, ребятки, абсолютно нет брони. То есть брони ее у этой потасау вообще, вообще нет. Лобовая броня, бортовая, броня вот этой вот самой рубки, везде, ребятки, 1 мм. Не 15 мм, как у борща, не 10 и даже не 5, 1 ссаный мм. Я не знаю, ребят, почему разработчики решили сделать именно так, честно говоря, вот для меня, знаете, ладно, пофигу на динамику, пофигу на ужасную стабилизацию, все можно простить, но маленькая масса и просто практически нулевая броня, это вот самый главный минус этого танка. Что это значит? Это значит, что любое попадание артиллерии в ваншот. Это значит, что любое прикосновение к вам противника, это или смерть от тарана, если это большая скорость, или это просто минус огромное количество хп, потому что любой танк на 6, 7, 8, я уже не говорю про 9 уровни, любые все эти танки, они все будут вам очень много хп снимать, даже чуть-чуть прикасаясь к вашей боевой машине. И это, конечно, печально. И учитывая вот эти все маленькие нюансы, учитывая, что у нас в игре 45% дебилы не быстро это поймут, они могут даже вообще этого не понимать, все это, конечно, делает из этой потасау достаточно такой интересный. Я бы не сказал, что это кактус интересный, но интересную и достаточно сложную в освоении машину. То есть, понимаете, эти все факторы нужно еще учитывать, нужно еще помнить, что «А, да, у меня тут 7 тонн, и мне нельзя сближаться с врагами», или «А, да, у меня там 1 мм, и мне нужно прятаться от арты». Понятное дело, от арты нужно всем прятаться. Но не всех артиллерия в любой ситуации, ну, кроме ситуации, когда вам фугас прямо в пушку попадет, будет ваншотить. А это, ребятки, бывает достаточно редко. И значит, нам нужно принять во внимание то, что артиллерия нас будет, один раз попав, в каждом бою убивать. Вот и все. И никаких у нас не будет, никакого не будет права на ошибку. Вот такая вот, ребятки, прем ПТ-САУ. Говно она или стоит покупать? Если у вас есть Е-25, она вам, в принципе, не нужна. Ну, то есть, если только вы там не какой-то мега-коллекционер, и вы хотите иметь все прем-танки в игре и так далее. Вот. Если у вас есть Е-25, и вы просто хотите пофаниться на седьмом уровне, то ее и катайте. Но, если у вас стоят какие-то другие задачи, ну, там, к примеру, не знаю, прокачать экипаж американских ПТ-САУ, или у вас нету Е-25, а ее, как бы, уже и не купить, и марафона, скорее всего, на нее уже не будет. Ну, не могут же разработчики из Минска второй раз так обосраться и сделать еще одну акцию на танк, который якобы выводился из продажи и продавался там эксклюзивными последними порциями. Нет. Вот. Если у вас Е-25 нет, и вы только-только, допустим, там, недавно пришли в игру, то это неплохая ПТ. Не имба. Вам не будет на ней прям вот так вот легко играться, как на Е-шке. Но при достаточном скилле, при вот достаточной сноровке, вот вы видите, как в этом бою на Малиновке вы можете реально офигенно торговать через кусты. То есть, вот то, что мне реально нравится на этой ПТ-шке, да, вот на седьмом уровне, в отличие от Е-25, это то, что есть хороший альфа-урон, есть хорошее пробитие, есть отличная маскировка и отличные УВНы. Вот, в принципе, четыре главных плюса этой ПТ-сау. Это маскировка, это пробитие, это альфа и УВНы. А на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Что касается этого боя, то я получил мастера в бою с восьмерками 2300 опыта, набил 2700 урона, что, в принципе, для семерки вполне себе неплохо, и насветил еще 3000. Вот, ребятки, в чем суть. На этой ПТ-сау вы можете не только дамажить, но и светить. И это тоже достаточно важно. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.